Привет, друзья, мы с вами снова на просторах Red Dead Redemption. Как помните, в прошлом выпуске мы устроили драку в баре, а сейчас я хочу взглянуть к оружейнику и посмотреть, что у него здесь есть интересного. Итак, мы можем модифицировать, посмотреть каталог. Он что-то рассказывает, но типа ты можешь взглянуть в каталог, все дела, правда нету субтитров, ладно. Давайте посмотрим, что у него действительно есть в каталоге. Я бы хотел прикупить себе какую-нибудь классную винтовку, какую-нибудь действительно очень мощную. Ну, если это возможно, если мне хватит денег, потому что сейчас всего 157 долларов. И тут такая вещь, что мне пришлось, честно говоря, все перепройти, потому что я час записи, ну, точнее, час игры записал без звука. Но, в принципе, я сделал все точно то же самое, как и в прошлый раз. Смотри, винтовка с откидным задвором за 187 долларов. Урон, дальность, темп стрельбы, перезарядка. А вот это вот винтовка каркана, смотри, с оптическим прицелом. 190 долларов, мне не хватает буквально, буквально пару копеек. Я предлагаю, наверное, знаете, что мы можем сделать с вами? Мы можем пойти что-нибудь продать это раз, а можем пойти да заработать деньжат. Давайте заглянем с вами. А, чух, какие-то задания здесь есть? В первую очередь, давайте, естественно, откроем карту и посмотрим, есть ли у нас хоть какие-то здесь задания. Нет, здесь заданий у нас никаких нету. Все задания у нас в нашем лагере. Леопольд Штраус, Киран и Хозе Мэтьюс. Это тот самый старик. Можно к Хозе сходить, в принципе, как вариант. Можно. Можно к Штраусу сходить, потому что, скорее всего, у него что-то связано с деньгами. Он же расставщик. Где моя лошадь? Ваша лошадь слишком далеко, а чтобы услышать свист, она будет отображаться как, ну, что-то там. Если хотите позвать ее, подойдите ближе. Проблема в том, что дядюшка с девушками уехал отсюда на лошади, на повозке. И мы с вами остались здесь на своих двоих. Можно было бы украсть лошадь, но тогда мы станем конокрадом. Это абсолютно точно. И нас объявит в розыск. У нас тут будет проблема, нам нужно будет платить штраф. Нам это нафиг не нужно. Господи, придется бежать пешком туда, и, может быть, в определенный момент лошадь меня услышит и прискачет. Не, ну ты представляешь, я уже почти добежал до своего лагеря. Только сейчас она меня услышала, и я смог ее подозвать. Обалдеть, ну ты даешь. Слушай, а у меня вот какой вопрос. Может, мы с тобой какой-нибудь выследим и подстрелим? Потому что нам же с тобой еда нужна для нашего лагеря? Может быть, найдем какого-нибудь оленя? Секунду, у меня есть что-нибудь такое здесь? По идее, вот здесь у меня должен быть лук. Да, есть лук, хорошо. И мы можем прямо с лошади стрелять. Давай, может, действительно немножко поохотимся. Прямо самую-самую малость. И сразу притащим в наш лагерь оленя. Езжай, 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 друг. Я тебе ничего не сделаю. Езжай. Вон оленя, видишь? Вон там вдали. Отлично. Этого нам хватит, на самом деле. Это можно погрузить. А, он прям так положил шкуру. Могу ли я что-то еще с него снять? Нет? Просто взять? Хорошо, ладно. Хорошо. Я думал, там может быть можно рога. Но рогов нету, да. Рогов нету. Грузим самого велорога. Да, неплохо поохотились. Поехали в лагерь. Интересно, что мне со шкурой его сделать. Это не очень понятно. Ну ладно, разберемся. Если не ошибаюсь, это нужно отнести к Пристану или Прискану, или как там его зовут. Где-то это у нас с вами... Где-то у нас с вами недалеко. Вон, впереди там есть как раз значок мясника. Я думаю, что именно туда нужно отнести. Каждый день Пирсон. Пирсону, господи. Животных для снабжения мясом он повысит на еду, а шкуры пойдут на изготовление сумок, которые повысят вместимость. Хорошо, спасибо. Можно даже шкуру, значит, ему притащить. Итак, вот тебе. А я мог даже, наверное, и просто так ему пожертвовать. Не тащить сюда, да? Плохая туша велорога. Плохая шкура велорога. Ну ладно, вот держи и плохую шкуру туда же. Тихо, дружище, подожди, подожди. Давай-ка мы тебе еще мясо туда пожертвуем. Что-то там по-прежнему все очень плохо с едой, как видишь, да? Костистая филе рыбы тоже туда же. Жилистое мясо тоже туда же. Животный жир тоже пошел туда же. Все, хорошо. Но по-прежнему с припасами не все так гладко. Ладно, нужно будет, значит, еще кого-нибудь притащить. Охотник отмечен на карте как лапа. Подожди. Ну-ка, я хочу найти такого. Где он у нас с вами находится. Так, секунду. Ты видишь охотника? Это Валентайн. Вот, вижу охотника. Вот здесь вот. Охотник. Ладно, договорились. Пойдем сейчас пока что поспим, а с утра продолжим. Ну вот, совсем другое дело. Доброе утро. И честно говоря, нам нужно с вами подзаработать деньжат, чтобы купить себе винтовочку получше. Ну, я просто хочу сразу вооружиться, как можно сильнее. Мм, гитара лежит. Смотри, если не ошибаюсь, нет, секундочку. Вообще туда еду, не туда еду. Там просто отметка. Нет, немножко не туда. Смотри. Леопольд Штраус. Штраус хочет поговорить с вами. Пойдем к нему, потому что, скорее всего, у него какое-то денежное задание. Я в этом просто-напросто уверен. По-другому быть не может. Вон он там сидит. Погнали до него. Смотри, на куртке до сих пор осталась отметина вот эта вот кровь от оленя. Обалдеть. Слушай, здорово. Гер Морган! Гер Морган! Гер Морган! Мистер Штраус, вы занятый, друг мой? Ну, нет? А что? Я бы взял вас долю. Уже раздали кредиты. Ну, вы сами знаете, как это происходит. Люди с удовольствием берут деньги в долг у таких, как я. А давать долги почему-то предпочитают таким, как вы. Не мудрено. Кто вам задолжал? Сейчас посмотрим. Чик Мэттьюс работает на ферме Кутри. Кажется, он помощник. Мистер Врубель. Мелкий собственник на ранче Багряный Небосвод. Управляет там делами, но плохо. Мисс Лили Милли, служанка на ранче Эмеральд. А я-то верил росказням дачи, что мы помогаем людям. Это легальный бизнес, мистер Морган. Должника место в тюрьме. Мы просто оказываем им услугу. Обязательно расскажу этим людям, как им повезло. Понятно. Деньги кладите в ящик. Старайтесь их не убивать. Это очень невыгодно для нас. Окей. Заберите долг у одного из должников. А почему бы не у всех... Почему бы у всех не забрать реально, а? Чуть у одного. Так, здесь у нас с вами совсем рядышком один. Только как туда пересечь реку, я не очень понимаю. Но может быть где-то брод есть. Либо мост, как вариант. Хорошо, где еще? Здесь парочка. Он говорил о трех или о четырех? Он говорил как раз о трех. Ладно, давай добавим метку вот сюда. Мистер Врубель. Погнали туда съездим. Так. Лошадочка, ты где-то далеко или как? Большие метки на карте обозначают территорию, которую надо обыскать. Хорошо, я запомню. Это очень хорошо, что по этому заданию не нужно никого убивать. Вот только такой момент. Я думаю, что может быть мы репутацию себе немножечко подпортим. Кто его знает. Так, кстати, подожди. Я хотел добавить немножко в казну. Совсем чуть-чуть пожертвовать. Хотя бы долларов 15 лет. Там всего 57 долларов в казне. Хотя бы пятнарик туда пожертвовать. Ну как. Давай знаешь с тобой сколько положим туда? Вот у нас как раз 7,56, да? Ну вот сейчас так по мелочи туда закинем. Ага, пожертвовать деньги. Хоть что-то. Ну. Плюс репутация. Нормально. Так, хорошо. Погнали за нашей лошадью. Так же, если получится, то мы с вами, естественно, раздобудем еще мяска. Ух ты. Ты смотри, прямо на ней тоже кровь осталась. А я могу тебя как-то почистить? Я могу погладить, вести, кормить, изучить. Ну давай изучим, во-первых. Это вообще очень полезно, мне кажется. Раз. А во-вторых, просто поехали выполнять задание. Слушай, а как мне тебя почистить? Ты посмотри. Всяп крови. Так, нам нужно с вами вот сюда. А вообще туда далеко ехать или нет? Давай карту еще раз откроем. Там как раз нам путь покажет. Где-то там, видимо, вот здесь вот где-то брод по-любому есть. Ладно, хорошо. Погнали. Давай, Артур, поднажми. А там, глядишь, по дороге, может быть, сейчас еще кого-то выцепим. Кстати, если на то пошло, давай сразу возьмем вот сюда лук. Ага. Может, глядишь, действительно, еще на кого-нибудь поохотимся. Еще к какому-нибудь оленя привезем. Нам нужно, если не ошибаюсь, еще двоих белохвостых оленей выследить, поймать. Ну, в смысле, убить и привезти в лагерь. Нам просто это нужно было по заданию или для ачивки какой-то. Для ачивки, если не ошибаюсь. Да, здесь брод, точно. Кстати, здесь же можно еще и рыбачить. Я совершенно про это забыл. Здесь можно еще и рыбачить. Вон там олень. Я его, конечно, спугнул. Но, глядишь, может быть, сейчас еще одного увидим. Поехали потихонечку. Я понял тебя, нам нужно куда-то вверх. Вот сюда. Господи, классная игра. Просто обалденная. Насколько все хорошо проработано. Слушай, ты сюда заберешься или нет? Заберется. Ладно, убери тогда лук. В этом секторе видели одного из должников Штрауса. Обыщите сектор и постарайтесь получить долг. Хорошо, постой здесь. Я сейчас быстро. Я так понимаю, что мы можем с вами даже пошмонать немножко дома, но не будем этого делать. Опять же, это грабеж, все дела. Если будем с кого-то что-то шмонать, то с адрискалов. Где он? Может быть, в доме? Тук-тук, мистер Врубель. Прошу прощения, как вы оказались в моем доме? Ай, проклятие. Ну что, конфликтовать? Давай конфликтовать. Английский? Говоришь по-английски? Я... ну... Селизер. Я пришел за деньгами, которые ты занял у немца. А, немецкий. Добрый сэр, мы будем беседовать на языке империи. Немецкого я не знаю. Я пришел за деньгами. Деньги, которые ты занял у Леопольда Штрауса. А, да. Да. Леопольд Штраус. Да, именно. Пора платить. Где они? Ничего нет. Очень плохая зима. У всех была плохая зима, приятель. Ну? Где они? Ну? Нет. 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 Ах ты, господи. Ты помнишь, где хранится серебро? Дайте мне время, я достану деньги. Все равно тебя не понимаю. Господи, что с ним делать? Да ну нафиг. Да. Черт побери, ты задолжал Геру Штраус. Раскошеливайся. Стой. Я больше не могу. Нет, 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 не надо. Не иметь деньги, но, но иметь вот это. Это хорошее, хорошее, ценное. Это Варшава, да. Я беру твои вещи, да? Они здесь или где-то еще? Все, я понял, можно ограбить дом. Да. Ну-ка, а тут нашла серебряная серьга, ценные вещи врубили. Все. До свидания. Ладно, пожалуй, этого хватит. Положите долг в общак лагеря или верните еще один долг. Да нет, поехали, сразу все соберем. А потом уже будем возвращать. Ну ты посмотри на него, а? Все-таки у него что-то было. Так. Где у нас следующий должник? Ну-ка. Следующий должник у нас с вами где-то вот здесь вот был, да? Да, Чик Мэтьюс и... И кто здесь у нас? Лилимиля. Давайте заглянем к Чику Мэтьюсу в первую очередь, а потом до нее съездим. Там все рядышком. Так, ну и естественно, если повезет, то немножечко поохотимся по пути. Что-то у меня такое ощущение, что все равно у этого поляка где-то что-то еще было. Хорош. Да, тихо ты, никто тебе ничего не сделает. Ну вот еще один олей. Слушай, ну у него, кстати, абсолютно точно были рога, и возможно мы их собрали. Эй-эй-эй, дружок, куда ты, куда ты? Там какая-то стрельба, блин. И у меня лошадь нервничает. Стой давай. Что там творится? Смотри. Там точка на карте и стрельба. Погнали проверим. И такое ощущение, что хищник, да? Черт, да вы пумы! По-испански, да? Тихо. Все, хорош. Тихо, тихо, тихо. Еще пумы есть? Тихо, 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 малыш, тихо. Тихо, тихо. Чертовски метко стреляете, мистер. Да, я старался. Слава богу, что вы оказались рядом, мистер. Ле де ла вида. Прощай, друг. Поздороваться. Удачи. Смотри-ка, а? Мы можем освежевать ее. Мясо забирать не будем, наверное. А вот освежевать можно, потому что... Я не знаю, правда, шкурка там еще одна поместится, или мы как бы скинем шкурку оленя, и ее в шкурку нам девать будет некуда. Плюс каждый раз, когда мы освежевываем, если я не ошибаюсь, мы с вами еще и тренируемся в этом деле. Что происходит? Справочник обновлен, пума. Нормально, клык пуме получили. Неплохо, неплохо. Я могу положить туда еще шкурку? Да, вон, подпихнул просто еще одну. И я предлагаю пока светло отправляться по нашему заданию, потому что когда темнеет, уже будет сложно что-либо найти. Тем более, ну, а мясо и шкурку закинем домой потом. Мы с вами, если не ошибаюсь, почти на месте, но лошадь, конечно, слабовата. Очень быстро устает, прям очень быстро. Собака. Туши животных на вашей лошади будут портиться. Продайте их, прежде чем это произойдет. Тихо, 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 тихо. Вы чего, мужики, а? Вы что, не видите, садник едет? Так, нам куда-то сюда с вами. Вы можете поговорить со здешними обитателями, чтобы узнать, где находится должник. Хорошо. Кстати, лошадь можно привязывать, если не ошибаюсь. Давай именно это и сделаем. Потому что так у нее будут восстанавливаться как раз все показатели. Давай привяжем. Ага, не захотел. Я, кажется, раньше вас здесь не видел. Давайте расспросим. Ты Чик? Мне сказали, что тут есть некий Чик Мэттис. Чик Мэттис? Тебе стоит поговорить вон с тем парнем. Я сам не местный, на заработки приехал. Вот с тем парнем. Почему у меня такое ощущение, что это Чик Мэттис? Вот этот парень. Ты Чик Мэттис? Это не я, сэр. Это вон тот желторотик. И он удирает? Да я же сказал, что это он. Прощай, расставщик. И-ха! Я же сказал, что это он, черт побери. Я же сказал, что это он. Господи. Я прям прочуял это дело. Так, ладно, погнали за ним. Нужно было скинуть мясо. Ух! Давай-давай, малыш, давай-давай, тащи. Это было сейчас опасно. Нормально, нормально, нормально. Если сейчас же не остановишься, я не только долг из тебя вытрясу. Слишком медленно, старик. Но смотри мне, старик. Чем дольше я за тобой гоняюсь, тем больше ты мне должен. Последний шанс остановиться. Ну нафиг. Иди сюда. Слезай. Смотри-ка, что нам здесь попалось, а? Слушай, слушайте, слушайте. Деньги у меня, но я их спрятал. Развяжите меня, и я скажу, где они. Парень, ты сейчас не в той позиции, чтобы торговаться. Развяжите, я все скажу. Ну ладно. Ладно, ладно, у меня есть карта в кармане. Давай сюда карту. Не вздумай больше удирать. Черт побери, эта карта приведет вас туда, где деньги. Тебе повезло, что я не забрал еще и твои зубы. Давай, шел вон отсюда. Ну что ж, посмотрите на карту, чтобы найти место, где спрятан долг. Хорошо, давай. Это лошадиный груз, это немножко не то. Кстати, там действительно рога были. Да не то, господи, подожди. Где эта карта дурацкая? Ну-ка, это что такое? Список должников. Вот карта, да? Карта сокровищ. Ну что ж. Ты что-то здесь понимаешь? На случай, если со мной что-то случится, мои пожитки хранятся здесь. Здесь это где? Я надеюсь, отметка появилась у меня, да? Да, все хорошо, просто появилась отметка. Я уже думал, что... Господи, самому придется искать. Хотя это было бы прикольно. Итак, введите в обозначенную область. Поехали. Поехали, пока светло быстренько сгоняем. Куда? А потом далили и сгоняем. Остался еще один ложник. Тихо, здесь пруд какой-то. Аккуратно. Зараза. Гоняться за ним пришлось. Так и знал. Я прям чуял, что это он. Я здесь новенький на подработке. Блин. Всегда все знают на ранчо, кто есть кто. Знают всех в лицо, по имени. А этот, блин, на подработке. Где-то здесь, рядышком. Прямо подо мной. Около этого дерева. Ага. Стой. Так, ладно. Я понял, где она находится. В дупле. Скорее всего в дупле. Больше негде. Ну-ка. Смотри, действительно что-то там лежит. Неплохо так. Целый пресс. Док собран. Окей. И нам с вами остается последний должник. Надеюсь, что мы не очень далеко отъехали от него. Давай посмотрим по карте. Сегодня мы с вами играем в роли коллектора. Вообще, если не ошибаюсь, за предзаказ должна была даваться какая-то классная лошадь. Нужно будет съездить в конюшне и посмотреть. Может быть там где-то лошадь. Может быть еще что-то. Все хорошо, это здесь, да? Ищите мили на ранчо Эмеральд. Давай поищем. Дружище, постой здесь. Ну-ка. А вот она. Привет, ребятки. Лили? Где наши деньги? Что? Ты брала деньги взаймы. Отдавай долг. А, извините. У меня сейчас нет денег. Ну, выходит, у нас возникает проблема. Купер? Отдай ему сколько у тебя есть. Ничего я ему не дам. Могу только преподать ему урок. Хороших манер. Ну, давай попробуй. И не таких уделывали. Да господи, вот ты посмотри-ка, а. Что ж вы все так драться-то хорошо умеете, гады. Дикий, чертову побери, запад. Да, на. На. Ну, ну. Хорош. Зараза. Деньги у него. Я все отдал ему. Просто обыщи его карман и забери все, что есть, и покончим с этим. Окей. Все так просто было? Че ж просто это не отдали? Господи. Знали, что именно так и произойдет. Долг собран. И шляпу я свою заберу, ладно? Вы не против, только не эту фигню. А вот свою шляпу. Чего? Я не вор. Ты че, с ума сошел? Я ничего не крал. Просто забираю долг. Проклятие. Свидетели ограбления. Чего? Чего? Куда? Я ничего не крал. Ты че, с ума сошел? Если он сообщит о преступлении, за вами будет выслан служитель закона. Ты представляешь? Но я-то ничего не... Да стой, побежали. Он где-то здесь. Да стой! Стой! Давай просто обсудимся, а? Ну-ка. Ладно, я выбью из тебя это. Ну? Еще хоть что-то скажешь и получишь меня. Чего? Ах ты, ты посмотри на него. Еще один драчун тут. Я должен был учиться стрелять? Я сейчас тебя научу, блин. Я надеюсь, что мы все правильно делаем. Надеюсь, что с ним нужно было подраться. Да, на. Все? Грабить мы его не будем, потому что... Да черт его знает. Может, сейчас опять кто-то увидит. Я думаю, что он запомнил этот урок. Тем более, я никого не грабил. Я просто забирал долг. Фига себе. Да, вроде больше никто и не обратил на это внимания. Так. Привет. А что это ты с оружием на изготовку разъезжаешь, друг мой? Где моя лошадь? Где моя лошадь? Кстати, это похоже на конюшню. Не находитесь? Привет, малыш. Разве это не конюшня? Ну-ка, давай посмотрим. Я могу как-то приблизиться? Это просто ранчи. Вот и все. Здесь ничего такого нет. Здесь у нас с вами есть почта. Есть что еще? Домино обычно. А, здесь домино можно сыграть. Классическая игра, в которую нужно соединять костяшки. Ладно, потом сыграем. Не сегодня. А сейчас я предлагаю просто отправляться обратно в лагерь. Мы с вами собрали все абсолютно долги. Очень неплохо сегодня поохотились. Лагерь у нас с вами находится вот здесь вот. Интересно, здесь есть быстрое перемещение или нет. Потому что если каждый раз так придется есть по всей карте, это реально очень долго. Нет, это прикольно. Я не спорю. Игра проработана просто шикарно. Просто действительно долго. Что? Попала в ловушку? Давай поможем, конечно же. Накая совсем онемела. Пожалуйста, торопитесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно, давай поможем. Давай. Поднимайте, постарайтесь как следует. Все, 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 все хорошо. О, спасибо, спасибо, вы спасли меня. Это было ужасно. Да, конечно, конечно, мисс. Я могла застрять здесь надолго и умереть от голода. Меня могли съесть звери. О, бедное, тупое животное. Что произошло-то, мисс? Что я скажу, Милдред? Ну что? Ну, спасибо. Вас подвезти домой, мэм. О, да, мистер, пожалуйста. О, спасибо. Хорошо, пойдем. Вы знаете, Валентайн? Я там живу. Без проблем. Я, правда, не знаю, может ли у меня лошадь увезти одновременно и тушу ее. Надеюсь, что может. Нам нужно ехать верхом, моя нога не выдержит такого пути. Прошу вас, для меня на лошади нет места. То есть, секундочку, мне нужно выкинуть тушу оленя, да? Садитесь. Поехали, отвезем ее в Валентайн. Поеду спокойно, особо гнать не буду. Не дай бог, сейчас с ней где-нибудь напарюсь, а во что-нибудь разобьемся вместе. Справа волки. Они почуяли тушу оленя. Они всегда чуют тушу оленя или еще что-то мясо. И приходят. В этом фишка здесь. Знаете, обычно я одна, так далеко не забираюсь. Я отправилась узнать насчет работы. Для этого одолжила лошадь моего друга. Понимаете, мой муж, он... В общем, теперь мы с сыном остались одни. И мне нелегко найти работу. Я понимаю. Хорошая возможность. Вот что мне нужно. Для женщины с маленьким ребенком работы мало. И в салоне я работать не стану, но у меня острое зрение и быстрые руки. Я надеюсь устроиться работать швеей. Один богатый человек сказал, что заплатит мне за работу. Звучит интересно. И немного фантастично. Наверное, вы правы. Он сказал, что даст мне и сыну пропитание и кровь. Но сначала он хотел со мной познакомиться. Я бы на вашем месте был поосторожней с такими предложениями моим. От таких предложений я отказываться не могу, хотя они и выглядят... странно. Просто будьте осторожны. Другой такой возможности может и не будет. А теперь мне еще придется расплатиться с Милдред за лошадь. Похоже, что вы попали в трудную ситуацию. То, что вы меня спасли, сэр, единственное хорошее событие в моей жизни за последнее время. Эх. Мы ей как-то еще помочь можем? Да, добрый день. Мы, наверное, можем предложить и в нашем лагере поработать. Нет? Не знаю. Просто помогли какой-то... Мы почти на месте. Осталось совсем чуть-чуть. Помогли какой-то незнакомке. Вот и все. Все, давайте дальше. Спокойненько уже поедем. Не будем гнать. Мы в городе. Не дай бог кого-нибудь собьем. Это будет считаться преступлением. Да и мы, тем более, уже на месте. Я так понимаю, что нужно ее высадить где-то здесь. Доброе утро. Мы на месте. Спасибо за помощь. Вы хороший человек. Был рад помочь. Всего хорошего. Признателен. Берегите себя. И все, что ли, да? Ну, похоже, да. Она мне какое-то кольцо дала, на самом деле. И лошадь сейчас... Там было нарисовано, что лошадь нужно почистить. Ваша лошадь грязная. Ее статус здоровья будет истощаться быстрее. Почистите лошадь щеткой или... Проведите по... А, проедьте на ней по воде, чтобы она стала чистой. Секундочку. Щетки у меня нету. А вот воду, я думаю, мы можем с вами найти. В принципе, вода вот есть у нас с вами здесь. Как вариант, да? То есть, можно сюда отправиться. Давай, отправимся куда-нибудь туда примерно. И заодно нужно новую... Нового оленя подстрелить, потому что нужно домой мясо привезти. Погнали. А, вот и вода. Я же могу просто проехаться по реке. Уйдите от меня! Вы все! Бегите! Бегите прочь от меня! Чего там с тобой, господи? Я так буду везде находить каких-то придурков. Я не буду разговаривать с тобой, потому что ты не разговариваешь со мной. Не отвечаешь. Это не честно. Не, я не хочу с ним разговаривать. Какой-то психопат. Пускай здесь стоит и с Богом Господом своим дальше разговаривает. Есть, наконец-то вижу оленей. Давай просто за ними. Попал. Нормально, нормально, нормально. Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно, наконец-то, отправляться в лагерь. Это был долгий день. Много всего сделали. Правда, на винтовку так пока что я не заработал. Общак лагеря 65 долларов 19 центов. Все хорошо. Привет. Мисс Карен, все хорошо? Да, слишком. Мне уже немного хочется уже кого-нибудь пристрелить. Я тебя понял. Почему-то меня это не удивляет. Будь на чеку. Так, нам нужно пожертвовать с вами. Нужно пожертвовать прямо, можно смотреть тушу. Да, плохая туша велорога. Почему? Сильно повреждена туша велорога. В плохом состоянии можно продать. Ну ладно, жертвуем на провизию. Окей. Шкурки плохая. Хорошая. Пумы. Плохую продадим. И хорошая шкура олени-самца. Ммм. С небольшими повреждениями. Можно продать. То есть, подожди, я ее сейчас смогу либо прожертвовать, либо... Давайте лучше продадим. Хорошо. Что еще у нас с вами есть? Мясо крупной дичи, мясо взрослого оленя. Ну давай тоже сейчас это пожертвуем дело. Вы там скорее... Наедитесь в конце концов. Во! Наконец-то иконка стала белой. То есть, хоть что-то мы с вами сделали нормально. А это мясо крупной дичи. Крупного дикого животного приготовь... Ммм. Он пригодный для готовки. Хорошо. А приготовить я его могу вот здесь вот где-нибудь? Нет, здесь это приготовить нельзя. Может быть, вот там вот на костре можно приготовить. Ладно, сейчас разберемся. И смотри. Сюда нам с тобой нужно выложить долги, если не ошибаюсь. Да. Если я не ошибаюсь. Да. Отдать все долги. Сколько мы давно собирали-то? Вы получите долю от каждого выбитого долга, который вы вносите в общак. 5 долларов, 3 доллара. 31 доллар. Ваша доля 4,77. Ага, с каждого получил долю. Он всего 16 долларов где-то заработал. Господи, обалдеть. Копейки какие-то. Секундочку, я могу хоть что-то здесь приготовить? Используйте учетную книгу, чтобы купить улучшение лагеря. Подожди. Это по заданию, что ли, нужно? Давай сделаем. Ну, давай. Учетная книга. В лагере 166 долларов. То есть, кто-то помимо меня еще деньги принес, потому что здесь... Ага, смотри. Док Лили. То есть, это Артур принес. Суансон. Он 15 центов притащил. Хорошо. Артур, Артур, Артур. Хавьер 9 долларов. Мика 60 центов. Лене 10 долларов. Хавьер 10 долларов. Золотые карманные часы. А, мы можем сюда пожертвовать часы какие-то карманные, золотые или еще что-то такое. А у меня же были такие вещи. А я... Подожди, ладно, хорошо. Следующая страница. Лекарства. Дальше провиант. Дальше что у нас с тобой есть? Жилье. За 176 долларов улучшил боеприпасы и оружие. Повозка Артура. За 48 улучшает патроны для карабина и стрелы. Я тебя понял хорошо. Загон для лошадей 240. Курятник 140. Подожди, ладно, секундочку. Давай что-нибудь попроще возьмем пока что. Например, вот это вот. Провиант. Повозка Пирсона. Улучшили. Итак, повысилось качество и увеличилось количество премиантов в походной кухне. Вы можете за оплату восполнить запасы в походной кухне. Замечательно. Как все прошло, Гер Морган? Ну что, сверим записи по кредиторам. Жалкие они у тебя какие-то. Хорошо, очень хорошо. Мне стоит благодарности. Но вообще-то есть еще одно дело. В Валентайне живет фермер и проповедник. Его зовут Даунс. Заночевый добродетель. Знаю о таких. Я знаю о таких людей. Спасибо, Гер Морган. Не благодарите. Как вы сами подметили, для меня это удовольствие. Он пронырливее, чем кажется. Я пытался по-хорошему. Не верьте его бредним. Бредним? Я? Если у него не будет денег, врежьте ему. Обычно я так и делаю. Я знаю. Знаю. Понятно. Ага, мы выполнили задание, и нам стали доступны другие задания. Я тебя понял. Мы можем выполнять по одному заданию за раз. Окей, хорошо. Ну, в принципе, это логично. А я могу пожертвовать сюда что-то? Не деньги. А вот там всякие часы платиновые. Помните, мы с вами собирали? Ну-ка. Ну-ка, секундочку. Что мы можем туда закинуть? Отдать предмет. Вот. Отдать предмет. Смотри. У нас с тобой серебряная пряжка. Есть серебряный перстень с эмблемой. Золотые карманные часы по десяточке. Давай пожертвуем. Раз. На 50 баксов пожертвовали. 194 доллара в общаке. Секунду. Учетная книга. А я так помню, что там можно было улучшить мой дом. Я бы хотел улучшить именно свой дом. Так. Следующая страница. Понятно. Провиант, провиант. Все дела. Вот. Жилье. Улучшает жилье дача. Поощряет всех пожертвовать больше на нужды лагеря. То есть, если я сейчас его улучшу. Окей. Жилье дача улучшено. Другие обитатели лагеря вдохновлены на то, чтобы вносить больше вклад на развитие банды. И на этом все. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре и нашим другим играм. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.